Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова, кафедра строительные материалы и технологии. Лекция по дисциплине «Искусственные строительные конгломераты». На тему «Строительные конгломераты на основе органических полимеров и пластмассы. Разновидности искусственно-строительных конгломератов на основе полимерных связующих. Для студентов образовательные программы производства строительных материалов, изделий и конструкций. Лектор Абишева Алина Сериковна. Производство полимеров. Для производства полимеров основным сырьем служат мономеры. То есть, вещества, способные соединяться друг с другом, образуя полимеры. Мономеры получают путем переработки природных и нефтяных газов, каменного угля, аммиака, углекислоты и других подобных веществ. В зависимости от метода получения полимеры подразделяются на полимеризационные, поликонденсационные и модифицированные природные. Полимеризационные полимеры получают в процессе полимеризации мономеров, в следствии раскрытия кратных связей или развития цикла и соединения элементарных звеньев, мономеров в длинные цепи. Поскольку при реакции полимеризации атомы и их группировки не отцепляются, побочные продукты не образуются. Химический состав мономера и полимера одинаков. Виды полимеризации По числу участвующих в полимеризации мономеров различают гомополимеризацию – один мономер, и саполимеризацию – два и более. В зависимости от природы активного центра различают Радикальную полимеризацию, в которой активным центром является свободный радикал. Ионную полимеризацию, при которой активные центры являются ионами или полимеризованными молекулами. Ионная полимеризация подразделяется на Анионную Если концевой атом растущей цепи несет полный или частичный отрицательный заряд И катионную, если этот атом заряжается положительно Обычно мономерами являются соединения, содержащие кратные связи или циклы, которые способны, раскрываясь, образовывать новые связи с другими молекулами, обеспечивая рост цепей. Инициированные ими реакции экзотермические, идущие с выделением тепла Промышленные полимеризационные процессы Проводимые в интервале температур от минус 80 до 120 градусов Дают большие выходы полимеров за короткое время Общие свойства пластмасс на основе полимеризационных смол Полимеризационные смолы для получения пластмасс используют без наполнителей Они термопластичны, обладают хорошими диэлектрическими свойствами Высокой ударной прочностью, кроме полистирола, химические стойки Большинство из них имеет низкую теплостойкость Трубы из полиэтилена Свойства полиэтилена делают его очень удобным материалом Для изготовления труб самого разного назначения От водопровода и канализации до газоснабжения, в том числе магистрального Полиэтиленовые трубы отличаются дешевизной, легкостью, удобством хранения и транспортировки Трубы малого диаметра изготавливаются в бухтах Обладают повышенной стойкостью К агрессивным химическим средам и коррозионной стойкостью Трубы долговечны Срок их службы может достигать нескольких десятков лет При этом они не требуют дополнительного обслуживания при эксплуатации Трубопровод, основанный на ПНД трубах, отличаются низкой аварийностью Может эксплуатироваться в самых разных погодных условиях Устойчив к замерзанию жидкости внутри труб Трубы из полипропилена Полипропилен применяется для производства газа и водопроводных труб Профилей, листов и пленки На основе поливинилхлорида получают жесткие пластмассы Винипласт Мягкие пластмассы Пластикат Пластизолы Поливинохлоридное волокно Винипласт используется как жесткий конструкционный материал Применяемый в строительстве в виде погонажа профилей труб Пластикат применяется для изготовления пленок, шлангов, клеенки или нолиума Применение винипласта Применяется в производстве листов, труб, профильных изделий и плит Перерабатывается в широкий ассортимент изделий методами экструзии и колондирования Или прессованием в виде сухих смесей Или чьем под давлением в виде предварительно приготовленных грамм